Возможные варианты развития Соловецкого архипелага обсуждали сегодня на совещании на Соловках. В нем приняли участие полпред Владимир Булавин и секретарь совбеза Николай Патрушев. Представители областного правительства говорили с федеральными чиновниками о необходимости федеральной программы развития Соловков. На архипелаге нужно менять очистные сооружения и систему канализации. Плюс к тому необходимо возводить новые социальные объекты – детский сад, больницу и школу. Правительство области сегодня обеспечивает это все проектной документацией. Готовы проекты социальной инфраструктуры, готов проект новой поликлиники с больницей, готов проект детского сада, готов проект школы. То есть на сегодняшний день проектная документация в большей степени завершается или бы готова. Федеральная целевая программа позволила бы полностью обновить архипелаг. Сегодня Соловки посещает около 50 тысяч человек в год. Концепция программы подготовлена, но федеральным правительствам пока не принята. На совещании решили, что возможен вариант, при котором будет работать несколько программ от каждого министерства. Они и будут выделять средства на отдельные отрасли развития. Стоит сказать, что Министерство регионального развития страны уже выделило 300 миллионов рублей на реконструкцию канализации. Палата считает, и общественная палата провела слушание. Было много уже таких экспертных совещаний, когда все говорят о том, что все равно нужно вернуться к программе. Иначе мы для такого сложного объекта, которым являются Соловки, этот вопрос не решили. Попытка любой момент переложить это на муниципальную власть ни к чему не принято. 8,5 миллионов бюджета. Ну о чем мы говорим.